Рынок молочной продукции Китая по объемам занял третье место в мире. Большая часть, его 53%, представлена местными производителями. Потеснить зарубежных конкурентов удалось благодаря возросшей любви китайцев к пастерилизованному молоку. О дальнейших перспективах рынка узнали мои коллеги. Китай – третий рынок в мире по числу потребителей молока. Большинство семей сегодня предпочитает натуральную продукцию. Растет спрос на пастерилизованное молоко. В отличие от ультрапастеризованного, оно сохраняет больше витаминов, но имеет меньше срок хранения. Из-за этого поставлять товар в магазины сложнее и дороже. Преимущество у местных производителей. Процесс поставки импортного молока занимает слишком много времени. В частности, из-за таможенного оформления. Именно поэтому местные китайские бренды имеют преимущество в этой области. Речь идет о производстве и продаже пастерилизованного молока. Начиная с 2013-го, прибыль от продаж пастеризованного молока в Китае увеличивается на 30% ежегодно. Процесс спроса на пастерилизованное молоко обеспечивается за газами местной фермы по производству сельного молока. А так же способствует увеличению количества и разнообразия китайской молочной продукции. Чтобы сократить расходы на логистику, многие компании стали обзаводиться собственными фермами. По данным статистики за 2014 год, 45% хозяйств Китая оснащены механизированными производственными линиями, которые на 60% обеспечивают сырьем производителей пастеризованного молока. Марина Мышко, Юлия Куц, Сеситьви.